В России обнаружили единичные случаи нового варианта дельта-штамма коронавируса AY4.2. Как заявили в Роспотребнадзоре, отечественные вакцины эффективны против новой версии вируса. Минпросвещение предупредило российские школы о каникулах с 30 октября по 7 ноября. Учебным заведениям необходимо будет предусмотреть корректировку образовательных программ. Согласно опросу Инфом, инфляционные ожидания россиян в октябре выросли и достигли максимальных значений в этом году. Ранее Росстат сообщал, что потребительские цены в России повысились на 7,4%. В Бразилии проходит многочисленная акция протеста против политики президента Жаира Болсонару в период пандемии. Его обвиняют в неэффективных мерах по борьбе с распространением коронавируса. Сотни человек из различных профсоюзов вышли на протестный марш в колумбийской богате. Манифестанты потребовали от правительства улучшение условий труда для медработников. Резкий рост заболеваемости COVID-19 стал одной из главных тем, обсуждаемых в Государственной Думе. Фракция КПРФ намерена пригласить на беседу с депутатами руководство оперативного штаба по борьбе с эпидемией. Коммунисты считают результаты этой борьбы неудовлетворительными. В КПРФ с тревогой отмечают, что пандемия коронавируса стала ещё одной причиной сокращения численности населения России, и темпы вымирания продолжают расти. «У нас, к сожалению, Росстат показывает печальную тенденцию, которая, к сожалению, усиливается. С января по август текущего года естественная убыль, то есть превышение смертности над рождаемостью по Российской Федерации достигло почти 600 тысяч, а в прошлом году было 350 тысяч. То есть налицо увеличение темпов роста естественной убыли». Причиной этого коммунисты называют в том числе полуразрушенное состояние отечественной системы здравоохранения. При этом даже в пандемию число врачей продолжает сокращаться. «У нас не хватает 25 тысяч врачей в первичном звене и 130 тысяч работников среднего медицинского персонала. И какие меры предложены? А никаких, кроме того, что позвали пожилых медицинских работников, которых ранее отправили на заслуженный отдых. А здесь нужны другие совершенно комплексные меры. На наш взгляд, меры, касающиеся наращивания бюджетных мест в вузах и колледжах для подготовки квалифицированных качественных кадров, меры, связанные с повышением заработной платы». Как подчёркивают коммунисты, для этого необходимо существенное увеличение бюджетных расходов на медицину. Сумма должна составлять не менее 7% от расходной части. Однако в проекте бюджета страны на ближайшие три года ассигнования на здравоохранение вновь урезаны. «Мы лишили населения первичной помощи, угробив всё здравоохранение. У нас было 12 тысяч больниц, сейчас осталось 5,5. У нас было 2 миллиона койко-мест, сейчас осталось 1 миллион и 160 тысяч палаточных городков. Можно бороться с ковидом? Нельзя. Тогда надо восстанавливать здравоохранение». Говорили в Госдуме и о том, что положение в стране не способствует преодолению бедности и экономическому росту. Средства Фонда национального благосостояния и золотовалютные резервы не работают на экономику. Олигархи продолжают обогащаться за счёт выкачивания ресурсов из народа и недр. Растёт легальный и нелегальный вывоз капитала. Размер теневой экономики составляет около 40% ВВП. «Если всё это вместе соединить, мы теряем 136 триллионов рублей в год. Это шесть годовых бюджетов. Если разделить эту сумму на всё население нашей страны и с новорожденными вместе, то получается, что каждого человека ограбили на 1 миллион рублей в год. На эти деньги можно сделать бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, можно построить недостающие школы, дворцы культуры. Так давайте изменять что-то в нашей стране для того, чтобы в ней жилось лучше». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова